Здравствуйте, в эфире программа «Подробности». Сегодня подробно будем говорить о жилищно-коммунальном хозяйстве. В нашей студии начальник Государственной жилищной инспекции Рязанской области Иван Миронов. Иван Сергеевич, добрый вечер. Поздравляю с новой должностью. Во-первых, надеюсь, что будете так же контактны и откровенны, как и в должности начальника управления энергетики ЖКХ администрации Рязани. Ну и, собственно говоря, к новой работе. Началось лицензирование управляющих компаний. Федеральное законодательство теперь требует, чтобы управляющих компаний были лицензии. Это должно повысить их ответственность, качество их работы, понятность и доступность населению. Как продвигается у нас в этом плане работа в Рязанской области? Приступили ли уже к лицензированию? Сколько у нас управляющих компаний в Рязани на рынке? И по каким критериям лицензирование будет осуществляться? Да, действительно, в связи с изменениями в жилищный кодекс принято решение, что с 1 мая 2015 года к управлению многоквартирными домами будут допускаться организации, имеющие лицензию. В настоящее время в Рязанской области 124 управляющих компаний. Лицензирование подлежат управляющей компании, имеющей договора о управлении с многоквартирными домами. Во-первых, что необходимо управляющим организациям для того, чтобы иметь лицензию? Это, в первую очередь, они должны быть зарегистрированы как юридические лица. Руководители управляющих компаний должны иметь квалификационный аттестат. Руководители и лица, имеющие квалификационный аттестат, не должны иметь непогашенной судимости за предыдущие годы, за экономические преступления и другие иные тяжкие преступления, не должны стоять в реестре дисквалицированных лиц. Это первое. Больше особых требований на настоящий момент к управляющим организациям нет. Для того, чтобы получить квалификационный аттестат, уже сейчас, с 9 числа у нас проводится на базе учебного центра ЖКХ приемка квалификационных экзаменов. На сегодняшний момент вывешен на сайте госжилой инспекции график проведения экзаменов. Это у нас понедельник, среда и четверг. Принимаем по 10 человек в две смены. На сегодняшний момент уже 30 человек у нас прошли аттестацию. Все экзамены сдали? Но, к сожалению, нет. Вот 4 человека у нас не сдали экзамен. Единственное, неявка есть. Перездача допускается. Тем более, все практические руководители имели возможность обучаться, и на базе учебного центра они проходили, и в рамках Морозовского проекта все проходили обучение. Вопросы все именно связанные с их деятельностью, с работой, ничего сложного не представляют. У нас создана уже при правительстве Рязанской области лицензионная комиссия, создана распоряжением губернатора. В комиссию вошли и представители общественности, количество 5 человек, и представители госжилой инспекции, представители министерства ТК ЖКХ, представители саморегулированной организации, организации управляющих недвижимостью нашей, это наши все СРО управляющих организаций. То есть она действует, руководит, обеспечивает работу лицензионной комиссии, государственная жилищная инспекция. Все заявления на приемку квалификационных экзаменов и на получение лицензии должны подаваться лицензионной комиссией. А затем уже по решению лицензионной комиссии госжилой инспекции будет выдавать и лицензии, и квалификационные аттестаты. Вот, скажем так, мнение общественности, жалобы жителей могут ли повлиять на лицензирование организации? Вот гипотетически предположим, что есть управляющие организации, на которую очень много нареканий. И эти нарекания известны в том числе и госжилой инспекции. Могут ли эти нарекания послужить одной из причин и отказа в лицензировании? Ну, вот, не знаю, мое личное мнение, ну, наверное, и я постараюсь довести его и до лицензионной комиссии как-то, и мнение этой инспекции, и, может быть, даже, ну, я постарался там и до руководства доводить данное мнение. Вот на настоящий момент, наверное, лучше выдать всем действующим управляющим организациям лицензии до 1 мая, дабы не проведеть какой-то хаос на рынок, чтобы люди могли спокойно на период вдруг организация их не получила лицензии. Это значит, надо проведение собраний, открытых конкурсов. То есть дом на какое-то время останется без должного управления. Но в рамках лицензионного контроля государственной жилищной инспекции даны жилищным конкурсом очень большие полномочия. И вот хотя бы одно то, что если на одном доме управляемой какой-либо управляющей организацией, имеющей лицензии, будут за год два нарушения неисполненных жилищной инспекции, ну, вот, два предписания, которые выдал жилищную инспекцию, не исполнили, все, данный дом исключается из лицензии и передается, собственники имеют право в течение месяца выбрать там новую управляющую организацию, если они это не выбрали, то по открытому конкурсу орган местного самоуправления передает другую управляющую компанию. И набралось 15% от общего жилищного фонда управляющей компании, которые перешли по таким поводам, данная управляющая компания лишается лицензии. То есть полномочия есть. В любом случае, вот, ну, обычно два нарушения на доме. Если управляющая компания работает плохо, у нас обращение за год, ну, почти 6, 5-6 тысяч обращений за год является. Не исполнили, все. Можно сказать, что управляющая компания распрощается с этим домом. Поэтому рычагов в дальнейшем по лицензионному контролю у госжилищного инспекции будет достаточно много. Ну, понятно. То есть принцип, который мы руководствуете сейчас, что мы, допустим, на рынок всех, кто на нем играет, но будем очень жестко смотреть и контролировать впоследствии. Вот именно такое, наверное, будет у нас продолжение работы с управляющими компаниями. Владимир Сергеевич, еще одна тема, которую хотелось бы сегодня затронуть и обсудить, это тема капитального ремонта жилищного фонда. Те самые 6 рублей с квадратного метра, которые у всех людей сейчас в тех жировках, которые они получают от КВЦ, и которые люди, в общем-то, начали платить. Насколько я слышал, порядка 70% горожан платят исправно. Ну, я вам скажу, так вот, в рамках полномочий гражданинспекции мы ведем тоже контроль за деятельностью фонда капитального ремонта, ведем реестр уведомлений о выборах способе формирования фонда накопления капитального ремонта. На настоящий момент у нас в программе капитального ремонта участвует 7207 домов по Рязанской области. 391 дом избрал способ формирования на специальном счете, из них 84 дом на счетах регионального оператора, 307 на своих спецсчетах. Остальные дома у регионального оператора формируют. На настоящий момент, вот на 1 января 2015 года собрано средство было 235 миллионов. Из них 15 миллионов собрано на спецсчетах, остальные на счете регионального оператора. Это сколько от, скажем так, планов показателей? Вот скажу, по региональному оператору это где-то 65% сбора, по спецсчетам 59. Вот, можно так сказать, цифры большие или маленькие, но, во-первых, еще не начиналась претензионная работа. Еще пока только первые шаги. Ну, и в принципе, сумма уже собрана внушительная для того, чтобы проводить, начать работы по капитальному ремонту. Уже есть задел. И если даже такими темпами, а планируется все-таки процентов 70-80 по первому году иметь сбор по капитальному ремонту, то в год это будет порядка 700-800 миллионов рублей. Уже утверждена адресная программа на 2015 год, и в нее вошли… Это есть у нас отдельная программа по замене лифтов. Это 78 лифтов будет заменено в 31 на квартирном доме. Это два дома в Сасово и 29 домов в городе Рязани. Помимо этого, на 2015 год сформирована программа, куда вошли еще практически 500 домов, и на них будут выполняться 740 видов работ. Это и ремонты кровель, и ремонты фасадов, и ремонты инженерных коммуникаций, ремонт подвальных помещений. То есть объем работ, я могу сказать, до сих пор, наверное, такой объем капитального ремонта в один год не проводился в городе Рязани. Вот хотелось бы, чтобы действительно, что все эти деньги были освоены, и что жители увидели вот это вот количество отремонтированных на квартирах домов, тогда и у людей появится желание и платить исправно фонд капитального ремонта, и быть уверенным, что их тоже дом в следующих периодах будет отремонтирован. И самое главное, посмотреть, все-таки в этом году, наверное, фонд капитального ремонта тоже будет, и губернатор Рязанского области Олег Иванович обращал на качество работ. То есть первое, допустить на рынок подрядчиков, имеющих высокую квалификацию. Для этого уже создана конкурсная комиссия по отбору подрядных организаций, в нее вошли и специалисты, и министерства, и фонды капитального ремонта, и наши представители госжилой инспекции, подрядчики будут сбираться на конкурсной основе, имеющей квалификацию и не один год работы. При проведении работ будет обязательно проводиться строительный контроль специализированными организациями, имеющие на это лицензию. помимо этого, при сдаче работы, естественно, будут присутствовать и управляющие компании, и представители общественности, точнее, и собственники обязательно. Поэтому, наверное, основная задача – провести ремонт на должном, на высоком уровне, чтобы жители поверили, что да, это будет продолжаться, эта 30-летняя программа будет выполнена, и действительно все дома, которые попали в эту программу, получат должный ремонт. Соответственно, со стороны госжилой инспекции самый строжайший контроль за качеством работы, насколько я понимаю, гарантирован. И есть ли гарантийные обязательства, если вдруг в ходе проверки выясняется, что не так подрядчик залатал крышу, что все равно течет. Ну, сейчас любые работы строительные выполняются, что и раньше делалось уже подряд, гарантии 5 лет на любой вид работ по капитальному ремонту. То есть здесь уже это однозначные условия заключения договора. Спасибо, Иван Сергеевич. Иван Миронов, начальник государственной жилищной инспекции Рязанской области о лицензировании управляющих компаний и капитальном ремонте жилого фонда Рязани. Это была программа подробностей. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова